В России до сих пор многие архивные документы засекречены, потому что считается, что их раскрытие нанесет вред государственным интересам. Это можно понять, когда речь идет о событиях даже 70-летней давности. Еще живы некоторые участники событий тех лет. Но почему засекречены архивы времен той же революции 1917 года? Остаются недоступными для исследователей многие документы, относящиеся к деятельности высших органов государственной власти СССР с 30-х по 80-е годы, особенно периода Второй мировой войны. До 2044 года засекречены архивы НКВД, относящиеся к большому террору 1930-х годов. Так что правду об этом трагическом времени удастся раскрыть в лучшем случае детям ныне живущих исследователей. Но это не точно. Единственная причина, по которой официальная Россия не решается рассекретить архивы, это глубочайший страх, но не перед Западом, а перед собственным народом. Ведь если россияне узнают всю правду, то Россия в своем нынешнем виде, очевидно, пойдет прахом. Рассекреченные архивы ее просто уничтожат. Что же в советском прошлом так может дискредитировать сегодняшнее российское государство, если окажется вынесено на свет? Кремль вряд ли когда-нибудь полностью рассекретит дела периода зарождения советского государства. А именно, об организации и проведении массового Красного террора в годы Гражданской войны. О происхождении денежных средств партии большевиков во время революции. О тайных переговорах советского руководства с Кайзеровской Германией, Антантой и западными финансовыми кругами. О подоплеке Брестского мира и роли отдельных лиц в его заключении. О сотрудничестве большевиков и пан-исламистов в деле революционизирования Востока. Об использовании военных советников Германии и Австро-Венгрии для создания Красной Армии. О роли института заложников в принуждении спецов к работе на советскую власть. О тотальном геноциде буржуазии в Петрограде в 1918 году. О подавлении народных восстаний в 1918-1921 годах. Об организации голодов по Волжье. Особо следует выделить геноцид казачества. Также непонятна судьба некоторых национальных меньшинств. Например, историкам доподлинно неизвестно, куда после гражданской войны делись почти полмиллиона китайцев, пребывавших в России. До сих пор только по местным архивам и косвенным публикациям можно судить о масштабах народного сопротивления коллективизации и о мерах по его подавлению, в которых были задействованы части регулярной Красной Армии, в том числе боевая авиация и химические войска. Лишь частично раскрыт масштаб военного сотрудничества Красной Армии и германского Рейхсфера в период с 1922 по 1935 год. Неизвестен также масштаб распродажи за рубеж советским правительством культурных ценностей из конфискованных во время революции частных коллекций и запасников государственных музеев. Вряд ли России будут когда-нибудь раскрыты все документы, касающиеся возникновения массового голода в Украине и Казахстане, наиболее пострадавших от коллективизации. Относительно периода Второй мировой войны явный урон государству может нанести рассекречивание планов наступательной войны против Германии по разделу мира на сферы влияния в отношении соседних государств. Историки подозревают табу и на публикацию подлинных данных о потерях СССР во Второй мировой войне. От историков в России скрывают записки, информацию, сообщения, телеграммы, шифрограммы и переписку Сталина и возглавляемого им наркомата обороны за годы войны. Очевидно также то, что если на самом деле был приказ Сталина о выселении в один день всех инвалидов Второй мировой из крупных городов, то документы, об этом свидетельствующие, никогда не будут преданы в России. Огласки. Если вы интересуетесь историей Второй мировой войны, то на нашем патреоне сможете найти более подробное видео о засекреченных документах того периода. Переходите по ссылке в подсказке в описании или в первом комментарии. Продолжим. Печать секретности останется неизгладимо лежать на всех советских планах войны с США после 1945 года, на многих документах, касающихся внешней политики данного периода. Чем ближе к нашему времени, тем сильнее они затрагивают интересы правящих элит не только в России, но и в странах, которые считаются стратегическими партнерами РФ в третьем мире. Материалы спецслужб этого периода, вероятно, до сих пор не потеряли актуальности даже в личном отношении. Военные планы позднего СССР, возможно, даже претерпели мало изменений и в настоящее время. Вряд ли российские граждане когда-нибудь узнают о подлинных масштабах безвозмездной помощи СССР развивающимся странам. И уж, конечно, мы не узнаем в обозримом будущем всей правды о войне в Афганистане. Отдельно следует сказать о медико-биологических экспериментах на живых людях, которые проводились в СССР. Но это особая статья. Однако, ничто не вечно под луной. Поэтому никогда нельзя сказать, что то-то и то-то в прошлом никогда не станет достоянием гласности в настоящем или будущем. Например, какие-то важные государственные документы о советском периоде, засекреченные в РФ, могли сохраниться в архивах бывших союзных республик, а ныне независимых государств, и могут быть опубликованы ими. Кроме этого, доподлинно известно, что, например, в библиотеке Университета Торонто в открытом доступе лежит полная опись Московского Сталинского фонда. Главное, что заклеенные в Москве страницы, то есть скрытые под грифом секретно, там почему-то ожили, и с ними могут ознакомиться все желающие. То есть в некоторых случаях то, что засекречено в столице России, вполне может быть открыто для ознакомления в какой-нибудь условной библиотеке Конгресса. Однако, к сожалению, это касается только лишь части материалов. Основной же массив важных секретных архивов спрятан за семью замками. Однако, политика России не вечна. Многие из зрителей пережили события, об этом свидетельствующие, и даже участвовали в них. Лишь одни архивные документы никогда точно не будут рассекречены. Это те документы, которые были уничтожены без следа. По многим свидетельствам, секретная комиссия ЦК КПСС по расследованию незаконных репрессий, созданная Никитой Хрущевым после 20-го съезда, уничтожила по его приказу немало документов, в которых отражалась личная роль Хрущева в организации этих репрессий. Если не сохранились копии этих документов, то очевидно, что многого о сталинском большом терроре человечество не узнает уже никогда. Пишут и о том, что в конце жизни Сталина были уничтожены все личные карточки постановки военно обязанных на призывной учет, заведенные перед Второй мировой и во время нее. Это было сделано для сокрытия истинной цифры людских потерь в войне. Люди постарше помнят, как Горбачев уже перед распадом СССР, когда гласность была в самом разгаре, упрямо отрицал существование секретных приложений к пакту Молотова-Риббентропа и документов о Катынском расстреле. Но они были в архивах, и Горбачев прекрасно знал об их существовании и молчал. Ничего удивительного, ведь он был генеральным секретарем, а затем президентом СССР. Вся его легитимность держалась на отрицании преступлений нелегитимного большевистского режима. Нынешние власти не хотят открывать архивы по той же причине. Им неудобна правда. Правда о союзничестве СССР с Третьим Рейхом, о штурме Брестской крепости, о советско-нацистском параде и еще о многом-многом-многом другом, на чем строится современная идеология Российской Федерации. Если все архивы будут открыты, от победобесия не останется и следа. Окажется, что Сталин на самом деле еще больший фашист, чем Гитлер и Муссолини, а Ленин – это джек-потрошитель в масштабах целого государства. Мало того, если рассекретить сегодняшние архивные материалы, выяснится, что хунта и неонацисты сидят не в Киеве, а в самом центре Москвы, и что российским планам по захвату левобережной Украины уже более 20 лет. Нет в мире больше подобного государства, построенного на тотальной бесстыдной лжи, с помощью которой оправдывается любая чудовищная жестокость и подлое вероломство. Самая охраняемая тайна России – это ее настоящая история. Открой вышеперечисленные архивы, и от России не останется и следа. Спасибо за внимание! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, а также поддерживайте автора на Патреон, где можно смотреть дополнительный контент, а также ролики до официальных премьер. Для тех, кто любит читать, текст ролика будет доступен на сайте. Всем добра и здоровья! Редактор субтитров А.Семкин